Всем привет, с вами Андрей, вы на канале Рабочие Будни в Германии. Сегодняшняя тема нашего видео машины. Один из подписчиков попросил помочь или советом, ну я вот решил по этому поводу сделать видео, хочет взять машину, и он спрашивает, Андрей, можно взять машину за 3-4 тысячи, такого среднего класса, или все-таки взять кредит, доложить и взять более нормальную машину? Давайте так, это мое личное мнение, основано на жизненном опыте, у каждого свой опыт, у каждого свои потолки денег. Кто-то берет кредит, покупает новые машины, кто-то берет поддержанную машину. Начнем с того, что все машины, которые вы ищете, они есть в интернете. Сейчас в наш век любая машина ее сразу выставляют в интернете. То есть, или это автосалон, или частник, есть много разных сайтов. Первое, для себя вы должны решить марку, основываясь на вашем вкусе, плюс, чтобы рядом с домом был более-менее Верхштадт, который может починить вашу машину. Потому что, по моему опыту, даже новые машины ломаются. Плюс, ваш бюджет, это тоже главная такая критерия, потому что, опираясь на ваш бюджет, вы будете уже искать машины. Буквально еще лет 20 назад, когда еще не было так развита вот эта интернет-продажа машин, все ездили, искали по городам, по автосалонам. Сейчас же ты открываешь телефон, в любое приложение заходишь, выставляешь разные фильтры, цена, пробег, дизель, бензин и выбираешь быстро. Одна из таких страниц является mobile.de. Это одна из известных в Германии, да и, наверное, во всем мире. Я зашел, пока у меня стоит немецкий язык, вы заходите в меню, идете вниз, нажимаете на язык и выбираете нужный язык. Мы возьмем русский. Русский мы взяли, страничка обновилась, и мы теперь видим, что можно любой автомобиль уже выбрать по вашему желанию. Тут есть фильтр поисков от цены, пробега, типа двигателя, от места Германии, да, вот нажимай на поиск результатов. Все. Также можно выбрать самый дешевый сначала возьмем. И мы видим, самый дешевый, это в основном машины идут на разборки, как на запчасти. Они или уже списаны, или уже после аварии. Сразу вот объявление стоит Ford, 97-го года, 200 тысяч пробега, был после аварии, частный владелец, 1 евро, брутто. Volkswagen, тут уже чуть подороже, за 50 можно купить, 95-го года. Без фотографии, без фотографии, вот. Вот Opel Kadett, 90-го года, за 100 евро. Saab, 98-го, 100 евро. Ну вот, ребята, вот так вы можете задать любые ваши желания, задать, да, то есть там стоимость, указать бензин или дизель и листать страницу, заходить. Есть там сразу все контакты. Видите, частный владелец, то есть с ним можно еще поторговаться. Вот он за 300 евро хочет, Citroёn. Ну это уже только на запчасти. Также можно, наверное, задать и в поиске, допустим, чтобы эти машины были только новые, могли, ну вот, или поддержанные. У нас поддержанные машины, интересные. Возьмем седан. Так, и что мы видим? Ого! Это ГАЗ-13, Чайка! Вот это и я попал на машину. Давайте посмотрим. Ох, красавица какая, посмотрите. Вот эта машина, ребята, мечта представительского класса. Ну, внутри, конечно, как и было лет 50 назад. Отлично. Вот это я понимаю, да, у кого-то в гараже стоит. Неплохо. Но на... Пробег всего лишь у Чайки 3500 километров. Только выставили. Так что, ребята, вот вам... Просто вот зашел, вот попал на такое классное объявление вообще. Отлично. Вот, кратко рассказал, как пользоваться этим приложением. Заходите, смотрите. Давайте я вам скажу первый вариант. Это купить через интернет страницу, приложение, где в основном машины продают перекупы. Перекупы, это те люди, которые занимаются машинами, они так же сидят, как и вы в интернете, только это их работа. Они сидят, постоянно обновляют страницу, и они ищут частников. Тот же частник, то есть я, вы, который захотел продать свою машину, он идет на эту же страницу, регистрируется и выставляет машину. Ему сразу же звонят и говорят, мы купим вашу машину чуть-чуть дешевле, чем она у вас стоит, но мы ее сразу забираем. Они приезжают, забирают ее задешево и тут же ее выставляют на этом же сайте, уже накинув 500 тысяч евро. Это есть перекуп. Вы можете купить там. Так же этим занимается автосалон. Автосалон немножко по-другому делает. У него есть и новые машины, и поддержанные машины. Вы приходите в автосалон, говорите, хочу купить поддержанную машину, но у меня есть моя старая машина. Они говорят, окей, мы ее забираем, но за очень смешные деньги. За мою прошлую машину давали 200 евро в автосалоне. Я ее сам продал за 2000. Покупал за 5. Отъездил 8 лет. Разницу чувствуете? Так вот, вы приходите в автосалон, отдаете свою машину, доплачиваете и берете с автосалона машину, какая вам нравится. Плюс автосалон предлагает год гарантии. Ну, тут все в зависимости от фирмы, от автосалона. То есть год гарантии у вас есть. Там тоже не все так просто. Если машина ломается, они начинают... Буквально вчера ко мне приезжал клиент Volvo. Два года машине. Правда, машина служебная. 60 тысяч евро стоит. Мы открываем багажник. Он говорит, Андрей, подержи багажник, а то он закрывается. Проблема в том, что в этих двух штангах внутри спрятан механизм открывания-закрывания багажника. Крутая такая навороченная у Volvo. Ты ногой проводишь внизу, у тебя багажник сам открывается. Отлично. Очень комфортно. Но через два года вот эти механизмы сломались. Он говорит, повезло, что машина служебная. Я ее сдам, получу другую. Я говорю, сколько будет стоить ремонт? Он говорит, полностью поменять минимум 1000 евро. Вот вы представляете, купили новую машину за 60 тысяч, а вам уже через два года надо будет менять вот эти механизмы. Ну, как бы жалковато за столько денег брать и потом еще на ремонт попадать. То есть, тут видите, разные случаи, разные проблемы могут возникнуть с любой машиной. Он говорит, я больше Volvo никогда не возьму. Что у вас в приоритете? Машина дорогая или машина и страховка дорогая? Потому что страховка FOLCASK, она тоже стоит в год около 1000 евро. Плюс-минус, смотря зависимость от марки и от года машины. Так что, ребята, это выбор за вами, что вы хотите купить. Хотите дешевую машину купить, но она может сломаться. Поедите в мастерскую, это будет стоить денег. Вы можете купить дорогую машину, ездить и радоваться, но она тоже может сломаться. Но это будет стоить еще больше денег, потому что в новую машину это электроника. Туда не залезть, туда нужен компьютер. С 2030 года Германия уже хотят запретить производство машин с внутренним сгоранием. Потому что немцы помешаны, особенно зеленая партия, на вот именно Умвельшуц, чтобы чисто экологические машины были. Один из таких вариантов, это когда ты приезжаешь на разборку. У нас на севере есть большая разборка, Кизов называется. В городке Квейкборн и здесь они продают машины и можно прийти на саму разборку и найти запчасти. Самому открутить это будет дешевле, чем если ты купишь где-то поддержанные запчасти в интернете. Ну вот так встречает меня автосалон Кизов. Вот у них при разборке есть небольшой такой автосалон. Я вот не могу вам сразу сказать, есть ли эти машины в интернете или нет. Должны быть, наверное. И здесь уже можно пойти посмотреть цены. Вот 3,350. Видите, Opel Corsa 1,2. Видите, они сразу меняют, если что-то было сломано. Написали, что сделали новое сцепление. Но это он был поменен в 2021 году. А машина сама, я вам скажу, бензин 192 тысячи пробега 2010 года. Но вот на первое время можно взять и покататься, если у вас есть деньги. 3 тысячи там с копейками. Кабриолет. Можно летом крышу убрать. Колоночки, смотрите. Ух ты, вообще. Такая молодежная машина. Но тоже старенький, правда. 135 тысяч 83 года. Как вам такой? Ну вот 6,900. Ух ты, вообще 98 год. Да вы что, за 6 тысяч. Да ну, зато пробег селюж 99 тысяч. Ну это видите, кабрио, это бензин, это фольксваген. Кабрио, они всегда почему-то дороже. Хотя, как мне мой коллега сказал, что кабрио лучше брать осенью. Они падают в цене. Весной они опять поднимаются. Так что вот вам 98 года такой красавец стоит. Но если, конечно, вы поклонник Audi, то вам надо больше иметь в бюджете. 15 тысяч. И вы сможете купить уже 13 года. 1245 PS. Дизель. Пробег 174 тысячи. Тут уже, конечно, вы ехать сможете. Конечно, сможете. Но вам придется еще вложить, наверное, может быть, тысячи две-три. И они ее продают. Почему не сделали? Видно, посчитали, что это дороже выйдет ремонт, чем легче просто так продать. Я думаю, что... Ну, как вы и сами видите, что некоторые машины ремонтируют, а некоторые просто продают. В каком виде они поступили на разборку. Дешево и сердито. Ну, вот 16 тысяч. Ну, конечно, здесь уже машина поновее будет. 2018 года. То есть, вот так пройтись, можно посмотреть. Тоже старые, новые. Есть машины. Но новые стоят более машины. Это вот под навесом. То есть, вот этот большой, такой деревянный под навес. Там уже продаются по новее машины. Плюс они еще резины продают. Видите? Резина вся бэушная. Также она есть в интернете. Можно посмотреть, сколько резина стоит. 500 евро. Тут сразу цена стоит. Сколько от соль. Ну, это от Шкоды. Тоже Шкода 450. Ну, это все в зависимости, сколько лет и плюс профиль самой резины. Ну, в принципе, дешевле, чем в магазине брать. Ну, а это уже внутрь ты пройдешь. Вот. Вход и попадаешь на территорию самой свалки. Блин. Извиняюсь. Разборки. Также у них можно купить бэушные аккумуляторы. Носовой страх и риск. Цена вот перед вами. Кто встанет, тот может посидеть на таком мягком кресле. Так. Здесь уже я на территории самой разборки. Здесь машины тоже продают. Вот. Тут уже может по вашему как раз карману. У кого не так много денег. 1200. 2002 год. 192 тысячи пробега. Но, может быть, там ремонт еще на 1000 евро. Потому что, я не знаю, в каком они состоянии. Можно такой взять. Маленький. Всего лишь почти 5000. Так что, ребятушки, тут все зависит от вашего бюджета. Видите, можно даже за две с половиной взять. 1996 года. Видно, что бабушка ездила. Они любят вот такие старички. Вот такие мягкие чехлы. Бывают еще на руль. Такой мягкий чехол одевают. Смотрите, а как вам этот ягуар старенький. Возьмете, будете кататься. Всего лишь 300. 100. 90. 199. 2003 год. Кожа на сиденье. Смотрите. Представительский класс. Коробка автомат. Все, сели, поехали. Так, это у нас Мазда. 2 800. 2009 год. 144 тысячи пробега. Но это, ребята, классика. Audi 81.6 90-го года. Представляете, пробег всего лишь. Какой? 93 тысячи 70 ПС. За 1399 евро. Можно купить. Ну, пробег вообще маленький для таких лет. При входе встречают кладбище целое. мопедов. Но это нам не надо. Нам это неинтересно. Вот, смотрите. Автобус. 3 999. 300 ПС. Ох ты, миллионник. Он уже пробежал. 2005 год. Миллион 377 дизель. Так что можно даже целый автобус приобрести. Вот, в таком состоянии, в каком он стоит сейчас. Ну, а здесь, как говорится, уже пошел по этим рядам запчасти, кому надо какие-то. То есть, тут каждая марка машина находится в своем отделе. Но сейчас я нахожусь, где Мерседесы стоят. Так что я вам такой небольшой обзорчик сделал. Сейчас уже темнеет. А скоро он уже закроется. Вот этот свалка-разборка. Тут действительно бывают интересные модели. Старые модели. Видите, какая очень старая машинка. Вот я первый раз заметил, что здесь появились автодомы на колесах. Или прицепы на колесах. То есть, кто-то занимается, может прийти и здесь что-то выкрутить для своего прицепа. Конечно, тут все накидано, так все разбросано. Но они старые, конечно, все убитые. Ну, может быть, кто-нибудь собирает, как хобби увлекается. И в 70-е годы их притащили. Именно так и есть здесь. Вот видите, как внутри все выглядит. А тут можно прямо попасть сквозь окно. Там вырезали целый кусок. Кто-то пришел и нагло вырезал. Но почему бы и нет. Машины дорогие стоят. Ну, по сравнению с улицей пишут, что сразу гарантию дают вам. И можете выбрать уже машину по цене. Как у вас бюджет? Конечно, здесь уже в районе 30 тысяч машины стоят. Ну, вот, смотрите, 29900 Audi A6 2018 года. Пробег 168 тысяч. Дизель. Ну, тут уже, конечно, по солидной машине. При входе в автосалон здесь стоит, что в течение четырех недель вы можете машину обратно отдать без какой-либо причины. Ну, в принципе, неплохо, как в магазине. Ну, что вы сами все посмотрели. Цены везде разные. Все зависит от машины, от года, от пробега. На территории разборки машины чуть дешевле. Но они, конечно, старые. Без техосмотра надо прикладывать свое время. Может быть, надо вложиться по деньгам. Техосмотр сделать. То есть, тут надо выбирать. Или прийти в автосалон, ткнуть машину. Вот, пальцем хочу эту. Кинуть на стол, там, 30 тысяч. Да, они ее подготовят, помоют в течение двух недель. Бумаги все сделают. Техосмотр сделают вам новый. Новый на два года. И вы можете уже сесть на машину и поехать. Ну, опять же, вам надо сразу смотреть при покупке машины. Техосмотр есть. Это плюс, потому что два года он действует. Налог. То есть, на каждую машину дизель один налог, на бензин другой налог. Платить в Германии надо раз в год. Страховка. Страховка тоже зависит от машины, от марки, от года. То есть, вы не только должны иметь деньги купить машину. Ну, вы должны иметь деньги содержать машину. Потому что в год это тоже хорошая сумма вытекает. А тысячи евро и больше. То есть, не надо рассчитывать. Или не надо жить одним днем, когда у тебя есть деньги. Ты на все деньги покупаешь машину. Хорошую машину. Думаешь, крутую машину. Но тебе на этой машине надо ездить год. И просто я так. Как бы календарный год. Да, чтобы заплатить страховку, налог, заправить. Плюс поломка. Опять же, если вы взяли в автосалоне, у вас есть гарантия. Это хорошо. Многие машины новые имеют 5 лет гарантии. Но вам надо будет 5 лет только проходить все осмотры у этой компании, где вы взяли машину. А там цены вы в 2 раза будете переплачивать. Это я знаю. Потому что, когда я взял Рено, я приехал. Такой счастливый. Потому что я взял мою Рено. Было всего лишь 4 года. И как бы еще год по гарантии. И мне надо было проходить на Рено. Я приехал. Говорю, мне надо пройти просто осмотр. Там есть А, Б осмотр. Они мне насчитали почти просто, чтобы залить жидкость в омывателе окон. И посмотреть жидкость охлаждающую. Плюс такая работа несложная. Почти 1000 евро. То есть это дополнить жидкости все. Осмотры сделать, печать поставить, расписаться. А если вы найдете подешевле сервис, мастерскую, вы можете сделать за 200 евро, грубо говоря. Но эта гарантия уже кончается. Потому что вы делали на стороне. То есть тут своя политика. Вы должны тоже на это рассчитывать, когда будете покупать машину. Ну вот такие советы. Или просто я поделился своим опытом. Так что это такой небольшой обзор я сделал для моих подписчиков. Потому что, как говорится, помог, чем смог. Но если какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Мы это обсудим. Я всегда готов помочь, снять видео, рассказать, показать. С вами был Андрей. Подписываемся на канал, смотрим новые фильмы, серии. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.